Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем цикл видеоуроков в рамках проекта «Успешные практики в жизнь. Повышение потенциала инфраструктурных организаций для НКО». Этот проект ведет благотворительный фонд развития сообщества «Гарант» при поддержке фонда президентских грантов. Меня зовут Михаила Марина, я директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант». И наша организация уже более 20 лет работает как ресурсный центр для некоммерческих организаций. И я сегодня хочу поделиться с вами опытом того, как помочь некоммерческим организациям разработать успешный социальный проект. Вы знаете, что чаще всего в ресурсный центр некоммерческие организации обращаются именно с этим вопросом. Как написать социальный проект? Второй вопрос, который нам часто задают – как найти средства на осуществление своей деятельности? Очень часто бывает, что нам задают только первый вопрос, как написать социальный проект, хотя на самом деле в голове держит второй. Потому что очень многие организации искренне полагают, что социальный проект надо писать только для того, чтобы привлечь ресурсы для своей организации. На ту деятельность, текущую деятельность, которую они осуществляют. И в этом отношении одна из серьезных задач, которые стоят перед ресурсным центром – помочь некоммерческим организациям разобраться в том, что такое социальный проект. Помочь им понять, зачем им нужно заниматься социальным проектированием и какие есть принципиальные отличия между социальным проектом и проектной заявкой. И вот я хочу именно на это обратить сейчас немножко ваше внимание. Вот прежде чем мы начинаем помогать некоммерческой организации разработать хороший социальный проект, мы очень рекомендуем задать ей простой вопрос – зачем? Зачем вы собираетесь писать социальный проект? Зачем вам нужны ресурсы? Зачем вы собираетесь делать то, что придумали, проводить те мероприятия, которые запланировали? Кто конкретно получит пользу от того, что мы собираемся сделать? И несмотря на то, что эти вопросы кажутся вполне себе очевидными, часто бывает, что некоммерческие организации четко на них ответить не могут. И именно в процессе поиска ответов на эти вопросы очень часто проясняются многие вещи, важные для последующего социального проектирования. И именно тогда имеет смысл объяснять некоммерческой организации, что социальный проект мы пишем не для того, чтобы привлечь ресурсы, а социальный проект мы разрабатываем для того, чтобы структурировать свою деятельность, для того, чтобы подобрать те мероприятия, которые необходимы для получения тех результатов, которые нам нужны, для того, чтобы решить социальную проблему, которая волнует нашу целевую группу. То есть когда мы обсуждаем эти вопросы, а в каких форматах мы можем это обсуждать, мы об этом поговорим позже, именно тогда очень часто мы проясняем важные нюансы, которые нам нужны для успешного социального проектирования. И здесь надо понимать, что часто, когда мы задаем этот вопрос, некоммерческие организации, специалисты некоммерческих организаций смотрят на нас удивленными глазами и говорят, ну как же, мы точно знаем, зачем мы это делаем, мы же тут работаем, давно работаем для нашей целевой группы. И здесь важно для нас, как для ресурсных центров, очень важно продолжить задавать эти вопросы, для того, чтобы организации задумались над тем, что часто в рамках своей текущей деятельности и вот той гонки, которая бывает у них, потому что они хотят сделать многое для того, чтобы помочь тем, с кем они работают, нам очень важно, чтобы организации остановились, задумались и получили для себя конкретные ответы на эти вопросы. Что важно объяснить, прежде чем мы будем заниматься обучением социальному проектированию или в тот момент, когда мы начинаем учить социальному проектированию? Нам очень важно объяснить специалистам, которые занимаются разработкой проектов, понятия, что такое проект. И определений социального проекта может быть много, а сейчас у вас на экране только одно из таких определений. Но на чем главное заострить внимание? Главное заострить внимание, что проект – это не просто текущая деятельность, которой мы приделали начало и конец, то есть говорим, что мы проект начнем 1 августа и закончим его 31 декабря, и просто все, что мы обычно делаем, заталкиваем в этот проект. Важно объяснить, что у проекта есть несколько важных характеристик, которые отличают его от текущей деятельности. И первая такая характеристика – это то, что проект всегда направлен на решение социальной проблемы. Вторая характеристика в том, что у проекта всегда есть цели, задачи, комплекс мероприятий, которые подобраны специально для решения поставленных задач, и ожидаемые результаты, которые нам покажут, как изменилась социальная проблема, с которой мы работаем. Ну и любой проект имеет 4 важных ограничения. Проект ограничен временем, то есть в начале реализации проекта у нас есть социальная проблема, в конце его реализации, то есть в момент окончания проекта, эта проблема претерпела какие-то изменения. Мы получили какие-то результаты для нашей целевой группы, которые повлияли на проблему, которая была в начале проекта. У любого проекта есть ограничения ресурсами, то есть мы точно знаем, сколько ресурсов нам надо и каких на его реализацию. У проекта есть ограничения по территории, мы знаем, где мы его реализуем. И по команде мы знаем, кто и какие специалисты или какие партнеры будут привлечены к реализации этого проекта. И вот именно это характеризует социальный проект. Кроме того, что нам важно прояснить с организациями, что такое социальный проект, нам очень важно показать разницу между социальным проектом и проектной заявкой. Очень часто некоммерческие организации говорят, что мы будем писать проект. И в этом отношении мы должны сказать, что такая формулировка неправильная, потому что социальный проект можно разрабатывать и реализовывать. А вот писать мы можем проектную заявку. То есть социальный проект, который у нас уже разработан, мы описываем по специальной форме для того, чтобы подать его на конкурс на получение финансирования. И в этом отношении, когда мы показываем эту разницу между социальным проектом и проектной заявкой, то мы как раз можем объяснить организациям, что совсем не обязательно ждать, когда будет объявлен очередной грантовый конкурс с каким-нибудь благотворительным фондом, для того, чтобы начать проектировать. Проектировать свою деятельность, разрабатывать социальные проекты можно в любой момент. Даже нужно. То есть нужно любой организации посмотреть на свою деятельность с точки зрения комплекса социальных проектов. И это можно делать вне зависимости от того, объявлен грантовый конкурс или нет. А вот когда у организации готовы социальные проекты, то есть разработаны эти социальные проекты, то тогда объявление грантового конкурса не застает организацию врасплох. И она может взять форму заявки, которая на этом грантовом конкурсе донорам представлена, заполнить в этой проектной заявке, описать свой проект и подать его на конкурс. И уже после этого получить грант. Потому что иногда мы слышим от некоммерческих организаций, я буду писать грант. И вот в этом отношении тоже важно объяснить, что грант можно получить, потому что грант – это целевое, безвозмездное, невозвратное финансирование на реализацию определенного проекта. И еще очень важно, когда вы будете давать это определение, подчеркнуть, что среди тех характеристик гранта целевое, безвозмездное, невозвратное, главное слово – целевое. Потому что если деньги будут истрачены нецелевым образом, то грант придется вернуть, а возможно и заплатить штраф. То есть он станет сразу и возмездным, и возвратным. На что еще стоит обратить внимание некоммерческих организаций, когда они обращаются к вам за помощью в написании, в разработке социального проекта. Что самое важное в социальном проекте – это то, что он должен менять жизнь людей к лучшему и решать заявленную социальную проблему. И когда мы научимся смотреть на проект именно с этой точки зрения, то есть описывая проект в первую очередь, рассказывать не о тех мероприятиях, которые мы запланировали, или не о том оборудовании, которое мы собираемся купить, а рассказывать о том, что именно изменится у людей, для которых мы делаем этот проект, или как изменится та социальная проблема, решение которой мы взялись. Вот тогда организации смогут более четко формулировать свои социальные проекты. Потому что очень важно, чтобы они видели, что любой социальный проект – это не мероприятие, которое они собираются делать, и не оборудование, которое они собираются покупать. А социальный проект – это деятельность, которая приведет к результату, изменению жизни тех, для кого они делают этот проект, к лучшему. На что еще надо обратить внимание? И вообще, что самое сложное в социальном проектировании? Самый сложный этап социального проектирования – это понять, какую проблему мы решаем и в чем причина этой проблемы. То есть нам важно помочь организациям разобраться в социальной проблеме. Очень часто организации, даже давно работающие, не могут четко объяснить, какую именно проблему они собираются решать. Какая целевая группа у них в этой проблеме является основной. Организации часто объясняют проблему очень стереотипными, стандартными словами. И в этом отношении, если мы хотим помочь организации разработать хороший социальный проект, наша задача – помочь специалистам, занимающимся разработкой проекта, разобраться в тонкостях социальной проблемы. Понять, что именно их не устраивает. Понять, какая именно проблема есть у целевой группы. Почему она возникла? В чем ее причина? Потому что если нам удается разобраться в социальной проблеме, в этом случае весь проект дальше очень легко выстраивается в проектной логике. И здесь задача при консультировании, при оказании помощи в социальном проектировании, задача консультанта – задавать уточняющие вопросы. Просить объяснить простыми и понятными словами. И уйти от стереотипных фраз. И чем точнее организация сможет объяснить, какая социальная проблема лежит в основе их социального проекта, тем лучше окажется в результате этот проект. Ну, сейчас несколько слов о том, какими форматами можно воспользоваться для того, чтобы помочь организации подготовить хороший социальный проект. Вы видите, что мы предлагаем три, наверное, таких самых распространенных способа. И я немножко остановлюсь на каждом. Ну, вот первые информационные семинары или обучающие семинары. Второй вариант работы, который мы предлагаем – это проектные мастерские. И третий – индивидуальное консультирование. Наверное, я хочу заострить ваше внимание на некоторых нюансах первых двух форматов – это информационных семинаров и проектных мастерских. Информационные семинары или обучающие семинары по социальному проектированию – достаточно распространенный формат. Он может быть коротким по продолжительности, несколько часов и длинным, несколько дней, на котором основная наша задача – научить технологии разработки социального проекта. И в зависимости от того, сколько у нас времени, мы можем включить в этот семинар какие-то практические задания, для того, чтобы участники на практике могли попробовать и отработать, например, то, как формулировать проблему, как ставить цель, как рассчитать бюджет проекта. Но основная задача проектного семинара, еще раз повторюсь, именно объяснить технологию и последовательность разработки социального проекта. И в этом отношении, приглашая на этот семинар, совсем не обязательно, чтобы организации, приходящие на такой семинар, уже имели какие-то проектные идеи или опыт разработки социальных проектов. То есть на такие семинары можно приглашать всех желающих. Проектные мастерские – несколько другой формат. У проектных мастерских основная цель – помочь организациям разработать свой собственный социальный проект и помочь им на практике доработать те проектные идеи, которые у них уже есть или доработать те проекты, которые у них уже разработаны. Поэтому одно из условий участия организаций в проектных мастерских, которые, например, мы обязательно ставим, то, чтобы участники, когда они подают заявку на участие в проектной мастерской, сразу предоставили нам краткое описание своего социального проекта или проектной идеи. Это может быть уже полностью разработанный проект, или это может быть проектная идея, описанная на одной страничке в произвольной форме. Но это обязательное условие, чтобы у организации уже была проектная идея, потому что именно с ней организация будет работать на проектной мастерской. Еще одно хорошее требование к проектной мастерской – приглашать к участию не одного человека от организации, а двух или трех. Что это дает? Тогда с проектом сразу работает проектная команда. Они вместе обсуждают, они вместе дорабатывают, они вместе отстаивают свою проектную идею и каждую часть разработанного проекта. И в этом отношении мы одновременно и учим их разрабатывать социальный проект и помогаем сформироваться в проектной команде. Поэтому наиболее эффективно по нашему опыту проходят проектные мастерские, когда участие в нем принимают несколько человек от одной организации. Ну и, конечно, надо понимать, что проектная мастерская не может продолжаться пару часов. Минимально для проектной мастерской нужен один день. Оптимально, когда у нас есть возможность работать два дня, тогда мы успеваем проработать все этапы разработки проекта. Ну и еще я хочу обратить внимание на такую форму работы, как индивидуальные консультации. Когда мы говорим об индивидуальных консультациях, то здесь важно обратить внимание на следующее, что на индивидуальную консультацию тоже более эффективно приглашать организации тогда, когда они уже представили вам предварительно или принесли с собой уже описанный проект, о котором они хотят получить консультацию. Потому что когда организация приходит только с мыслями в голове, то очень много времени затрачивается на то, чтобы структурировать эти мысли. Лучше, чтобы эта работа была сделана предварительно. То есть попросить организацию сформулировать свою проектную идею хотя бы. Пусть это будет в том формате, в котором они могут это сделать. Но важно, чтобы было что-то написанное, потому что тогда консультация пойдет более эффективно. На что еще стоит обратить внимание? Гораздо эффективнее индивидуальные консультации, если их будет несколько. Если организация будет со своим социальным проектом поэтапно несколько раз приходить на индивидуальные консультации, как бы вместе с вами дорабатывать проект. Потому что за одну консультацию, даже за очень длительную, невозможно решить все вопросы. И еще одна из вещей, которую мы часто видим по итогам консультации. Вроде организации говорят, вроде пока вы нас консультировали, пока мы были на консультации, все было понятно. Пришли домой, стали писать сами. Оказалось, что это забыли. Тут не понимаем как. Тут вроде было понятно, теперь уже не очень понятно. И поэтому возможность организации в несколько раз приходить и как бы вместе с вами дорабатывать проект дает гораздо более хорошие результаты, чем если вы просто отдадите один раз индивидуальную консультацию. Ну и я еще раз хочу заострить ваше внимание, что социальное проектирование не равно подготовке заявки. Это разные мероприятия. То есть если мы хотим помочь организации разработать хороший социальный проект, то мы должны с ней и говорить о социальном проектировании. Если мы хотим организациям помочь правильно оформить проектную заявку на грантовый конкурс, для этого можно проводить отдельные мероприятия, так их и называть, как правильно подготовить заявку. Потому что там будут возникать и технические вопросы, и вопросы к тому, как формулировать. Но это уже не про социальное проектирование, а именно про подготовку заявки. Еще несколько важных вещей, на которые хочется обратить ваше внимание. Что надо обязательно делать? Когда вы помогаете организациям подготовить хороший социальный проект. Неважно, индивидуальная это консультация или групповая работа. Надо обязательно приводить примеры успешных проектов. Это дает пищу для размышления. Это дает организации новые идеи. Это дает им возможность придумывать какие-то новые подходы, которые они вот в рутине своей постоянной деятельности сами придумать не могут. Поэтому чужой опыт очень важен. Приводите эти примеры на ваших консультациях или семинарах. Предлагайте организациям заглядывать на сайт агентства социальной информации, смотреть на восьмую ленту. Там очень много описаний интересных проектов, интересных мероприятий, которые могут натолкнуть организации на как раз новые креативные мысли, которые помогут сделать их проект более интересным и успешным. Нужно вместе разбираться в деталях и помогать организациям вникнуть. Потому что, опять же, в связи с тем, что они давно работают многие в этой теме, и это такая рутинная работа, они часто не видят нюансов и деталей, надо помочь им их увидеть. Нужно задавать уточняющие вопросы. На вас иногда, конечно, будут злиться, когда вы в сотый раз будете спрашивать, зачем вы это делаете. Но когда организация научится отвечать на эти вопросы, ее проекты, поверьте, станут гораздо более эффективными. Нужно помогать увидеть нарушения проектной логики. Часто тот, кто сам разрабатывает проект, этих нарушений не видит. Им кажется, что все логично, потому что иногда не все, что они задумали, они выкладывают на бумагу. И поэтому очень важно показать, где нарушается проектная логика, для того, чтобы организации могли либо поправить, либо доработать свой проект. Ну и важно заострять внимание на типичных ошибках, потому что когда вы консультируете, вы видите, какие чаще всего допускают организации ошибки, и можно, заострив на этом внимание, помочь организациям не делать этих ошибок в дальнейшем. Ну и еще несколько слов о том, чего делать нельзя. Нельзя отрицать наличие проблемы, которую заявляет НКО. Даже если вам кажется, что та идея, с которой пришла некоммерческая организация, абсолютно не жизнеспособна, такой проблемы нет, и делать такого проекта не надо, нельзя об этом заявлять. Вы должны помочь организации найти правильные формулировки, помочь организации самой разобраться в проблеме. И часто бывает, что после консультации представители организации говорят, да, мы видим, что проблемы-то тут на самом деле и нет. Этот вывод должны не сделать сами. Нельзя, чтобы этот вывод делали вы. Нельзя навязывать свое видение проблем. Даже если вам кажется, что лучше по-другому. Это ваше мнение. Вам здесь важно помочь организации самой найти правильный путь. И в этом как раз и сложность консультирования по вопросам социального проектирования, потому что часто бывает придумать проект самому и сказать, вот сделай так, будет хорошо. Это гораздо проще, чем помочь организации найти свой собственный путь. Вот это, кстати, как раз то, чего делать нельзя. Нельзя самому вместо некоммерческой организации придумывать механизм реализации проекта. Тогда это будет ваш проект, а не ее. И, соответственно, он будет неэффективен. Нельзя думать, что одной консультации достаточно. Обязательно нужно предлагать организации вернуться и снова показать вам проект. Потому что в этом случае вы поможете как раз в доработке, в пошаговой доработке проекта, что очень важно. Ну и, наверное, я специально написала это жирным. Ни в коем случае, как нам кажется, нельзя писать заявку, проектную заявку за организацию. Часто в ресурсные центры некоммерческую организацию обращаются с просьбой. Давайте мы вам расскажем, что мы собираемся делать. Напишите заявку за нас, у вас это получится лучше. Но этого делать, на наш взгляд, нельзя. Потому что в этом случае это будет ваша заявка, а не заявка некоммерческой организации. А реализовать этот проект придется потом ей. И совсем не обязательно то, что вы напишете, она сможет реализовать успешно. Ну и самое главное, у любого ресурсного центра задача помогать некоммерческим организациям развиваться. А если мы будем делать это вместо них, то в этом случае мы не будем наращивать их потенциал. А наша задача помочь им научиться проектировать, научиться грамотно писать проектные заявки. И, соответственно, становиться более профессиональными и успешными. Чтобы через какое-то время им уже не нужны были наши консультации по подготовке социальных проектов. А для этого мы должны убрать руки за спину и не делать проекты вместо них. А помочь вместе с ними доработать социальный проект и сделать его успешным. Вот я коротко попыталась рассказать вам те подходы, которые можно использовать для того, чтобы помочь некоммерческим организациям разработать хороший социальный проект. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Мы с удовольствием проконсультируем вас и расскажем о нашем опыте помощи некоммерческим организациям подготовки социальных проектов. Наши контактные данные видны на экране. А на нашем сайте ngogarant.ru в разделе «Библиотека» есть серия занимательных проектоведений, который состоит из пяти книжек. И первая книжка как раз посвящена социальному проектированию. Называется она «От идеи к проекту». И мы будем рады, если эта книжка поможет вам и в организации вашей работы, и вашим некоммерческим организациям в том, чтобы они подготовили хорошие социальные проекты. Большое спасибо за внимание. Еще раз благодарим фонд президентских грантов за поддержку проекта «Успешные практики в жизнь» и за возможность записать этот видеоурок. До свидания. Продолжение следует...